вот важная история также провели расследование так понимаю или просто покопались что за следующие два года а путин хочет за взять на контракт с 25 по 27 год 225 тысяч человек якобы эти деньги заложены в бюджете вот меня интересно он все пытается как-то вот зэков до контракт он реально боится оглашать какую-то вот эту частичную мобилизацию опять но зачем когда он пока может обойтись вот этими зэками и вот силами тех кто можно купить пока на него работает такая симпатичная милая женщина сколько у него мило симпатичной женщин страшно подумать или расхивзаду над бюль на покуда она обеспечивает путина деньгами а его экономику стабильностью война собственно можно быть просто куплено пусть он покупает 30 тысяч человек в месяц путин вербует отправляет на войну сейчас поэтому 225 тысяч за три года но это вообще-то это за полгода он его делает этот план поэтому это не так уж и много то что написано в бюджете другое дело что если иметь дело заключенным это и можно не платить потому что заключенные они не входят в категорию ни контрактников не мобилизованных ни призывников не даже добровольцев они просто подписывают согласие и деньги на них тратить не нужно эти новые законы подписанные они на самом деле просто подводят законодательную базу к тому что и так уже существовал довольно давно еще когда илья яшин российский оппозиционер сидел в москве в сизо медведь это было лето 22 года он собственно писал свидетельство о том что забирают и подсудимых из сизо и мы все видим участники большого пыточного иркутского дела но четыре года длится в иркутске когда были запытаны и изнасилованы сотни заключенных и это дело на самом деле очень-очень тяжело идет она когда на скамью подсудимых попадают сотрудники в сиз которые в конце концов довели до этой скамьи подсудимых с большим трудом вдруг они исчезают из камней подсудимых потому что они ушли на фронт задолго до появления всех этих законов так что это все просто легитимизирует то что на самом деле происходило легитимизирует сейчас все потихонечку кроме одной вещи никто и никогда так и не подумал и не стал легитимизировать покойного евгения пригожина то есть все эти 50 тысяч человек которые он забрал из колоний летом и осенью 22 года это как было незаконно так и осталось кстати ольга вы вспомнили а вот том что в синовцы даже если не попадают на скамью подсудимых они легко еще до закона в этих уходили на фронт а вот сейчас как вы считаете вот может это быть такая глобальная масштабная лазейка потому что но если ты имеешь связи ты их имеешь наверняка и на фронте дабу или как-то найдешь вот именно ты делаешь что хочешь убиваешь кого хочешь изнасиловать кого хочешь тебя в зале если тебя взяли за решетку ты говоришь я иду на фронт ты опять на свободе но вы знаете на этой неделе был самый вопиющий случай наверное когда человека в петербурге его по-моему зовут клаус роми что-то в этом духе задержали за сексуальные действия развратные действия и изнасилование десятилетней девочки десятилетний суд его не стал даже арестовывать его просто отпустили и вот просто отпустили воинскую часть дело в том что на самом деле сейчас судят людей и хватает людей гораздо больше чем в мирное время потому что их так легче отправить на войну но если человек уже военный и вообще не трогают если бы тот самый преступник этот педофил был бы не военным его порестовали довели бы до сизу а в сизу он бы звербовался и тогда бы его отпустили просто лишняя совершенно итерация в принципе люди отправляют на этой неделе отправили задержанных даже не еще не доведя людей до сизо одного за кражу двух банок тушенки в магазине одного за кражу бутылку водки в магазине и женщину нижнем новгороде 50 лет за кражу я не знаю чего в сельмаге продуктов на сумму в 3000 рублей то есть представляете себе во первых этот класс до вполне себе маргинальный а во-вторых вот женщина 50 лет за 3000 рублей согласилась ехать на войну поехала кстати ольга но вы не считаете наверняка считали да что это и есть мобилизация только по-путински вот оглашать что нужно потому что то что он говорил в начале полномасштабного вторжения защищать отечество отечество вот вот сейчас немного риторика изменилось потому что уже там напад уже войну войной называют уже атакуют уже идут вперед и вот все же он никто не рвется да если деньги не дают защищать что-то там непонятное дементализация уже и исчезла до с риторики и если не мобилизацию ты можешь просто даешь срок если не говорить и дать 3000 рублей и идешь на фронт но вы знаете думаю что военные историки военные специалисты еще будут давать определение нынешней путинской армии которая конечно не похожа ни на что что мы видели до сих пор в истории человечества потому что наемческая армия конечно наемоческая разумеется потому что вот эти вот контракты 400 тысяч только при подписании контракта это каш покупка естественно до покупка плюс ко всему легионеры и плюс ко всему зэки у которых своя мотивация и эта мотивация в любом случае все что угодно только не тюрьма потому что все таки даже на войне на путинской более субъектен чем русской тюрьме и это тоже устроил путин и